Я таким же был. И стартует, наконец-то, первый матч. Ну, так что хоткей переоценены, я к этому. Топ-8 России без хоткей. Здравствуйте. Вообще с трудом понимаю, что во что ты играешь. Угу. Это что, Абвер, что ли? Да нет. Больше на Майкера похож, если честно. Абвер вроде покрасивее. Или покрасивее. Не уверен. Может, это и другое. Так, давайте, чтобы не путаться, Хэппи у нас желтенький. А Икслорд красненький. Хэппи сверху, Икслорд снизу. А Нару-то, может, и правда в Лича играет. Я видел, он последние матчи часто через Лича катает? Да. А это, кстати, Финды. Не быстрая. Это чистая контракт, Личу, если что. Да? Угу. Ну, расскажи, ты вот в Undead на Undead разбираешься? Ну, типа, берешь ДК, строишь Финдов и идешь просто крипит. Третий левел. Угу. И в итоге у тебя билд... Если к тебе приходит в этот момент, у тебя грейт делается. Не, ну, надо контролить это все, конечно. Я имею в виду, что Личу практически нереально помешать тебе крипить. А потом, когда третий ДК получаешь, то все, ты властелин этого мира. Потому что у тебя хороший билд, сразу нету бесполезного лимита в виде гулей. Видишь, я угадал с Личом Хэпича в первой игре. Ну, я видел, что он часто играет. Просто мне казалось, что против Икс Лорда он и так уверенно может сыграть. Просто это определенный риск, потому что Икс Лорд его в данном случае закондрил по билду. Может, он, конечно, еще крипт Лорда возьмет. Некоторые в крипт Лорда играют без Экспанда, типа, в Мироре. Но это тоже все равно хорошо будет. Нет ДК вообще. Классика олдскульная. Да. Просто, когда все играли Лич на Лич и начали всплывать Финды, то как раз довольно быстро поняли, что игра Финдов — это контра игре в Лича, и поэтому перестали в Лича играть. А, видите, история повторяется. Снова Лич вышел на арену, начали играть Лича, и снова вспомнили, что есть контра в виде стандартного билда Финдов. Прикольно. Да. Побежал в агрессию Дмитрия сразу же. Ну, чтобы не давать Экспант ставить вот это все. Угу. Которого там и не будет. Непривычные ощущения у меня Леши в ухе, и в левом ухе в наушнике, и в правом ухе просто. Хочешь, слева встану? Не-не-не-не-не, нормально. Нормально. Гули забегают. Нерубка почти доделась. Триса не отвлекай. А Финд там в засаде за деревьями. Два Финда. У-у-у-у. Минус Экалит первый. Неплохо зашел, на самом деле. Если Финдовый чувак все правильно делает и вовремя грейдит, не рубку не жадничает, то он успевает отбиться без потерь. В среднем. Минус Гули, минус Экалит. Минус три. Минус три. Ну, опять же, это не столь страшно, потому что тут минус три Гулина, минус три Финда, но Икспа идет в деке. Очень хорошо. С пол-левела он получил свой. Азара, спасибо большое. Миша, ну как пройти два и краткая к с чем? Меня ограничили четырьмя бойцами и два секта под осу. Иди сюда, Рыжая. Рыжая, бесстыжи. Привет, котик. Да, Триса сейчас пыталась ко мне забраться, но... Ну, сейчас у... У Хапача тайминг Т2 очень хороший. Да. По Икспе он действительно будет... Уже отстает и будет дальше отставать, потому что темп криппинга у Финдов повыше будет, наверное. Ну и ДК, аура, вот это все. Да. А в чем Финды контрят Лич против Гули? Вот отвечает Алексей Друнин. Тем, что когда у тебя третий ДК и плюс появляется аура, а у вражеского Андеда нет ауры, Гулями нельзя никак воевать с Финдами. А когда появляется Лич, то любая стычка выглядит как Лич и ДК от Хэппи против Лич и ДК и Финды от Икс Лорда. То есть Гули там до Фрэнзи вообще не используются, потому что они просто отлетают. Получается, такой пауэр спайк очень сильный в мидгейме. А то Мордора с балансом совсем задушнил же. Ну и потом... Короткое время Гули с Фрэнзи хороши, и потом снова спайк, и они становятся совсем бесполезны. Да. Техэп, вполне возможно. Я тоже по поводу Диабла сейчас очень сильно сомневаюсь. Что-то там скелеты долгое время долбили по шахте. То есть даже сейчас уже достаточно заметно, что Гулями тяжело. Несмотря на нерубку и все остальное. То есть ты их подконтраливаешь, уводишь под аурой, лечишь Кайлами и... Да, прессует неплохо сейчас Икс Лорд. И напоминаю, что это Хэппи, как бы, контролит за Гулей. Ну Т2? Да, под Т2 уже отобьется. Минус Гулька еще тут. Акалит очень битый, очень, минус Акалит. А лечить нечем. Да. Отводить без ауры тоже нереально. Поэтому... Икс Лорд-то точно знает, что как бы... Ну... Как реализовывать это преимущество. Просто вначале он пожадничал и нерубку быструю не сделал. Если бы еще нерубку прогрейдил раньше... Просто от того, что ты ее начнешь грейдить раньше, у тебя билд никак не изменится. Он не хотел ее вообще грейдить. Изначально. Ну то есть, что она раньше, что позже, все равно тебе на все ресурсов хватает. Ты же одинаковое количество тратишь. Поэтому такое. Ну, по лимиту можно заметить, что финдовый билд как бы превосходит гулевый. То есть, я был не прав с 3-0, да? Ну, не факт. В принципе, тут плюс-минус ровно, но за небольшим преимуществом Икс Лорда. Но опять же, если бы Икс Лорд четко сделал начальный билд с нерубкой, то у него было бы огромное преимущество сейчас. А так у него Т3 только щелкнул, да? А, у него даже еще нету. Это Т2 доделывается, да? То есть, у Хэппи будет определенный тайминг. Правда, у него ничего нету вообще. Ни лимита, ни гулей, нифига нету. А-а-а, инвиз персоналка. Помню. На всяких ТМах и прочих. Это заканчивалось тем, что с тебя инвиз диспелят, пока он кастуется троллями. Нейтралы. Но тут нету просто этого тролля с диспелом. Хорошо увидел, что где находится ДК. Надо в левый нижний угол, видимо. Он будет ждать, когда грейд нажмет он и убьет ему два колита. И ставница потом. А, он даже не стал дожидаться. Неплохо. Не знаю, кстати, почему не подождал. Такой бедный лич. А что там ДК? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ага, здравствуйте. Бутылочку надо брать сразу. Я тут боюсь, что... Дааа. Надо уже другую бутылочку брать, обмывать. Ну, хотя, если арбу дождется, догрейдит вышку... Все равно дорого. Будут страдать люди. Неужели X-Lord способен... ...сегодня вообще на чудо? Слушай, ну это контр-билд. Да я понял же. Поэтому я и думал, что Хэппи не станет рисковать. И не станет рисковать. Но он еще может отбиться вполне. Но здесь уже видно, что отбивается. Но деньги же он потратил на вышку, на то же самое. Деньги потратил. Это еще минус два лимита где-то. Ну, с арбой сейчас попроще. Азара поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает. У меня как бы в пуле полгога создан. Это у меня спецсток в плену. Причем самый лучший ведьму завалил Атолку. И он не жмет его или жмет уже? Армию игрока атакую. Азара, я тебя вообще не понял. Ну ладно. Как бы в пуле полгога создан. Это у меня спецсток в плену. Причем самый лучший ведьму завалил Атолку. Что? Что? Тир заказал, Экслард, посмотри. Да. Просто у Хэппи только бойня достраивается первая. Угу. Даже на середине еще. Просто бойня на середине. Но без леча от вражеского леча сложнее отмазываться. Слушай, а Фрэнзи Аппли что ли? Или всегда было 35%? Аппли. Был 25 живых до времени. Не так давно придумали. Вот я пропустил этот момент. Решили, что апнуть каннибализм недостаточно. Но мне кажется, что все равно Хэппич может, если чуть подзатянуть. Может, конечно. Тут проблема только в том, чтобы гуляй вовремя разменять. Иначе они превратятся в бесполезный лимит. Когда появятся там достры и лич. Гули просто не добегут. Да, какой же здесь лич страдалец. Как хорошо отзонил тремя финдами. Очень круто. Очень похоже на 3.0 для Икс Лорда. Ооо, красиво, да? Не доконтролил. Ахэппич при этом и за личом следил. Причем внимательно следил. Потому что там же в любой момент может выбежать какая-нибудь рейнджерка. Ну да. И сделать дополнительные там 30-40 урона внепланово. И при этом еще крепился в другом месте. То есть он реально две точки еще закрепил, пока с личом перестреливался. Ооо, момент опасный. Ооо. Как же ДК отлично закуплен, да, у Икс Лорда. Просто. Ну, у него и по уровням, посмотри. По уровням, кстати, все так же. 4-3, 4-3. Вот Дредлорд со слипом. Это, конечно, веселая вещь. А, думаешь, ники будут? Ну, это ты окружаешь какую-нибудь дарку или начинаешь ее грызть и слипишь ДК. Там пока диспыльнут. Там же еще, по-моему, 0,5 секунд слип нельзя диспыльнуть. Там с героем, в принципе, ничего не здесь делать в это время. Он как будто неуязвимым становится. Да, мне кажется, что где-то полсекунды как раз. Хэппи, нисколько не смущаясь, прочитал книжку. Плюс один Ол. Икс Лордовскую. Угу. Инвентарь, главное, не забивает. Половину серклетки. Так, ну в целом то, что они оба дожили до лимита 50, учитывая то, что Хэппи отставал на 10 лимитов, это, безусловно, плюс для Хапача. Ну опять же, гули в Легасе такие вот. А, гарги. Расскажи, пожалуйста, про гарг в этой ситуации. Ну, единственная угроза для Хэппи это Дестры. И он хочет замасить гарг, но на самом деле, если... Единственный вариант это, если в первой битве не будет паутины у Икс Лорда. В новом случае это будет провал. А вот и веб подъехал. Ну, поздно очень, на самом деле. Но да, успеет. Икс Лорда тоже шарит, как бы, за этот матчап, поэтому... Карту они поделили. Под 60 лимита Зигурат. Здесь уже под 70 отстроено 2 дополнительных. Опять же, та же самая проблема, что с гаргами и всегда. Это ему нужно штук 10, там, 12. Здесь, конечно, проще, чем в том же 2 на 2. Ну, то есть здесь не надо, чтобы гарг было сильно больше, чем финдов. Потому что, ну, они более живучие будут в этом матчапе. То есть тут они как-то так распределяются, когда, там, гули жрут твоих финдов, все нюкается, фростновится и прочее. Не всех гарг обычно ловит, а даже, там, часть потом успевает выйти из этого состояния и так далее. Привет, Мэттлман. Похоже, сейчас будет сражение какое-то. Короче, зависит сильно от того, как Икс Лорд отконтролит. Не хочешь сражаться, хэпич. Да... Ну что, Икс Лорд 3.0 хэпи? Я бы не стал спешить. Тут очень сложный контроль от Икс Лорда будет и сложный от хэпи. Потому что, там, под Слипом можно нормально того же Лича зевнуть. Типа, Слип окружение, потом Слип деки и без Лича ты разваливаешься уже в ноль. А, Азарт, теперь все понятно. Спасибо. Ну вот теперь, кажется, понеслось. Сетка, сетка, сетка. Гарги пытаются в Дистроф. Слип на Лича его тут же диспелят. Гулька первая минус, вторую пытаются вылечить. Она умирает. Все гарги в сетке. Дистроеры живы. Минус один финд. 60 лимит на 53. Хэпича уже меньше. Но, видишь, все равно гарги как-то воюют еще. Воюют. Несмотря на сетки. Еще минус финд. Там же еще сетка длится меньше, чем у нее кулдаун теперь. Типа 12-15. Да, раньше было 15-15, а сейчас еще 3 секунды есть. Да ладно. Что, хэпи выравнивает, что ли? Ну, плюс-минус, да. Сейчас еще, если Дистроера успеет, не, не успеет съесть. Ну, 57-55. Хотя в битву он заходил, тут явно не... И главное, знаешь, он же сохранил большую часть гарг. Да. Это, наверное... Ну, тут и гули тоже нужны, потому что... Да. Чисто гаргами сложно сражаться. Гули должны быть дэмэдж-дилерами по финдам. Отличный куэл, кстати, финда. А погрызанный... Не-не-не, все-таки 3-0. 3-0 только в другую сторону. Странно, почему хэпи не решила вот эту вот точку забрать. Было понятно, что она его. Да, и только зеленую соберет. Жезл, Люзи, Нагарк? Ну, да. Но, опять же, затягивание выгоднее для Икс Лорода по итогу. А зачем он приходил тогда сражаться? Не знаю, почувствовал силу. Ну, все, на карте не осталось нейтралов. Там и лич такой нормальный прямо хэпи. Вкачанный. Да. Ну, и все-таки лич, ДК, Дредлорд сильнее, если останутся чисто в Героев Онли. А такое бывает. Чем сильнее прокачиваются андетские герои, тем меньше живет армия и тем дольше живут герои. Да. Привет, Фредди Найт. Первая первая карта финала и как и предвещал Алексей. Алексей сегодня у нас в роли эксперта Андеда, как знал. Нет. Ну, то есть он молодец, но по контролю он хэпи уступает, короче. Скажем так. Да, в бою именно контроля не хватает Икс Лорда. Ой, ну, надо сказать, что тут просто очень сложный контроль против, вот, Гулигарк. Очень много моментального урона, слипы, там, фростновы с замедлениями и прочее. Хэпи, что, даже больше на 5 лимит, прикинь. Тут гораздо сложнее, чем против Ильфа, например, контролить, которого там гиппогрифы. Так, увидел Дестроеров с маной. Да, и подвышечки. Оп, прячемся. Платин, он говорит, авернишарит, капец, Гулигарки съедают Финды Дестроф. Да, конечно. Поэтому все играют в Финдов, нынче, а не в Гулигарх. Кажется, Гарги здесь разуплотняет, Дестроеры слишком сильно подставляются. А тут слишком много Дестроеров, слишком мало всего остального. 52, 57, вообще уже побольше немножко. Еще минус Дестер. Минус Гульки. 45, 53. Еще минус Гульки. 57, 41, минус Икслорд. Можно выходить. Если он не убьет на халяву, он не убьет на халяву. Обсидианка минус. Возвращается пачка просто горгулей. Рейнджерка берет себе и умирает что-то. А потому что слит на ДК. глаз. Все тяжело. Ну, как бы вот. Как бы вот так вот. Ну, почему-то Икслорд решил два раза прийти и огрести. Хавалайн говорит, Гарги по идее лососнут. 80%. Ну, еще есть полторы минуты. Сейчас, подожди, думаю. Думаю. Думаю, ты не прав. хотя вот хэпич прям на старте держался, когда вот с этим билдом так получилось. терпел, терпел, минус 10 лимита, жмут на базе, грейдит спиритку. Представляешь? Как-то опасный, когда момент был у тебя лич, и там где-то пять гулей, к тебе приходят шесть финдов и два героя, ДК-3 и Рейнджерка еще. Да, было близко. Он справился, молодец. О, интересно, у нас был, кто-то, там же были 3-0, 3-0, 3-0, кто-то говорил, что будет 3-0, 3-0, 3-0, но ошибся в 3-0 у Флая. Да, он сказал, что 3-0 Флай победит Слорда. Потом хэппи котнет Флая, наверное. А, разлагинься, мы знаем, что это ты. Ха, ха. Нет. Алексей, ты не хочешь за комп? А тут у меня свет уже достал. Нет. Да, сегодня у нас своеобразная... Тут лежишь на диванчике, чилишь за большим телевизором. Да. Тут какого-то страшного мальчика показывают на фоне карты для запуска ДОД. А имеет смысл там хит-н-дранить или там из-за НОВ в Финдайме не побегаешь? Имеет, но это просто очень сложно. Френзи гули под бешеный быстрый слип и НОВА. Но микро не хватило немца, я не понял, что он базу не полез. Эксп надо было ставить. плотинус, видишь, как давит? О, да, Гаргантона контролить прям вообще ими сложно. Это же надо райт-кликнуть в Дестройера. А сейчас уже не нужно, ты можешь поставить приоритет по воздушной атаке и все. Тогда они не будут в паутинке, наверное, драться. может быть. Паутины было мало, говорит на гибатор. Но проблема, что ее всегда не хватает, потому что финды трехлимитные, а Гарги двухлимитные. Ты не можешь законтрить полностью, если у тебя такое же количество ресурсов, как у противника, а они играли базу в базу. Финдами всех Гарг. В этом и смысл. Ну что ж, Хепич ведет 1-0. ФФА будет после этого? Нет, 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 мы поедем, мы поедем париться наконец-то. Там столько всего вкусного привезли. Сегодня париться? Сегодня будет первая, ну... Самая, самая. Что тут снова лич похоже? Похоже. Ну, либо крипт лорд. Ну, извините. Завтра будет нормально, да. Зенит 4-0 локомотив. Сегодня какие-то какие-то прям все в нулину. Без сопротивлений. По счету, по крайней мере. Да, ну, ладно. Хепич ведет, игра идет до трех побед. То есть, еще максимум две карты у нас и по домам. То есть, не важно, кто будет выигрывать матчи, все равно три победы и расходимся. Две победы осталось. Ну, до трех побед, я имею ввиду. Кто-то один раз победит или второй два раза. Да-да-да, там посмотрим просто по результатам. Но победит в результате все равно император. Ох, снова он... А, ну на этот раз он угадывает, да, получается? На этот раз это уже контрбилд, да, у Хэппи. А можно побольше как бы теорий, потому что не все у нас специалисты, как я узнал от этого, как его, платинума по мирорам. Не мог бы ты рассказать? Ну, тут получается, что с Личом он будет также возьмет гулей, пойдет сопернику мешать, и экспант уже не поставишь, потому что пока ты ставишь экспант, тебе минус всех околитов делают, или харасит, пока ты ставишь экспант. Так. Потом выходишь в гарк с двух бараков, если он ставит экспант, и он не успевает. Такая же тема, как с Виверными, арком, только ты с андедом. А если играет в стандарт, то то же самое, что в прошлой игре, только без деки он тебя еще поджать не может, то есть у него нет возможности финдов лечить, и ты Личом можешь харасить во время крипинга его жестко. Ну, то есть просто хуже, чем с декой, короче говоря, получается. Все нормально тут должно быть. Заходит в бар Ла Лайт, флай Хэппи Икс Лорд, и Хэппи говорит, ну что, ребята, три ноли по домам? Такой вот юмор. Вот тут, видишь, сразу начинаются проблемы, потому что ты просто контролишь гулей, за счет новой убиваешь вражеских, а своих не отдаешь, потому что импейла пока нет. Да. Нечем забирать. Тут, получается, и окружать не хочется, правильно, потому что эффективность снова возрастает в попытках. Да, тут сложно окружить, на самом деле. А, наличие прыгнуть не вариант было со старта? Ну, а каким образом у тебя импейла нету? ты просто его отвоешь и все. Угу, да, логично. Звучит очень логично. Минус три гули получается, может, четвертый сейчас справа умрет. Просто Хэппи играл в Лича против Крипт Лорода еще лет 15 назад, наверное. Но Крипт Лорода с Финдами, насколько я понимаю, нет? Ну да. Так его сейчас могут просто съесть здесь. Почему он ни рубку не делает? Немплей подписался на время. Ну, Тулек Драгон переподписан 28 месяцев. Твайлайт Драгон, спасибо, 28 месяцев переподписки. Там на Дисайпл скидывают, блин, у меня столько челленджей на игрушки. Интересно, когда мы с Соколом в Диабло пойдем? Вот. Там Мороуин, кстати, только сегодня обсуждали довольно активно с Утреца по поводу Мороуинда, что он... Вот на сколько уже у Хэппи готов Т2. Переоценили. Скоро будет... Ну, короче, на треть преимущество будет примерно. А Калит сразу побежал нычку ставить? Да. На глава ты немножко, да? А Хэппи сразу перехватывает, смотри-ка. Он сейчас увидит второй барак поставить с этим, с кладбищем. Игулька еще, которая думала, что сейчас безопасно через своих возвращаться. Ну, что-то тут, по-моему, еще и поставить его надо умудриться. А Жук-то не второй опять же. МПЛа нет. Он сейчас опять будет терпеть. О, кружить можно Жука! У него нет телепорта. Да не, можно сдаваться. Это унижение. Сверху есть блок? А почему? Блин, сейчас реальную игру можно было закончить. Хэппи не заблокировал выход Жука сверху. Но Лич уже второй, причем он не крепился. Лич второй. Да, ни одного крипа не забирал. Ё-моё. Ну, и Икслор, знаешь, он такой же. Он же псих. Он же тельтануть вообще, как расплюнуть. Да. Он сейчас при 0-2 может уже все поплакать и спать. Но, судя по дереву, он так и не заказал Т2. Да. Второй склеп. Понятно. Это считает альтернатива тельту. Ну, с учетом того, что там будет два склепа Гарка, тут два склепа Гулей, то я подозреваю, что будет сложно. Ну, да, вот. Класс. Леха читает игру. Платинум записывает. Ну, погнали. Причем, без грейвьярда, то есть он даже вышку прогрейдить не сможет нормально. Ну, ладно, у жука, по крайней мере, будет уже один импейл. Без маны, без маны, да. Зачем он сейчас жуков вызвал? А хэппич, наверное, третьего, не, не хочет, да, третьего брать? На самом деле, как-то у хэппи поздновато, грейд. Угу. Пытался жука окружить. Не в очень хорошей ситуации сражается, потому что тролли бьют главным образом Гулей и хэппи. Все равно за счет новой тут изи всегда выигрываются эти файты. Да. Ну, потому что без импейла у тебя нельзя забрать Гулей, если ты их просто отводишь вовремя. Угу. Да, тут важно вышечку забрать, конечно. Можно даже жертвовать частью Гулей. И прилетают Гарги. Интересно, такой тайминг сейчас смутит Икс Лорда? Ну, тайминг не идеальный, кстати. Да, на Зигурат не достроится, похоже. Ни один, ни второй. Здесь игра закончится, я думаю, полминутки максимум. Давай, ты комментируй, я считаю. Четыре, пять, шесть, какие тут варианты вообще у Икс Лорда? Не очень понятно. Десять, одиннадцать, то есть Экспанда достроится, но Карг-то нечем убивать вообще. У тебя Т1, и ты просто ничем не можешь убить. У тебя есть Экспанда, но нет возможности его никак защитить. Это даже выгодно для Хэппи, на самом деле. То, что Экспанда достроился, его тир нельзя отменить. Четыре, такой Аркадий, конечно. Два, один. Блин, Экс Лорд хороший. Да не, он Экс Лорд еще может поиграть, там тир заказать, все такое. Но он же лишается Экспа, он же проигрывает Па. Он каким-то макаром Жука получил третьего, это видимо на попытках сожрать нерубки, там было много жертв среди населения. Ну да, в целом у него сейчас Армия выглядит неплохо. Жук третий вырывается. Не, не, я вообще недооценил ситуацию. Не, но тут он ничего не сделает. У него время просто ограничено, потому что гарги работают. Тут слишком много на самом деле у Хэппи еще. Если бы у него вообще голая база была без всего, то тут у него нерубка сейчас будет вторая, спиритка точнее. И Т2 стоит, пуляет, и гарг тут довольно много, и гули есть. Класс. Тут гг. Сколько шпаля жит здесь народу у Хлорда. Его уже меньше. Но это при том, что у него гулиет с двух бараков, а тут гарги. Ну, это-то все уже, насколько я понимаю. Даже если бы он тут убил все зигураты и всех околитов и голд шахту, у него все равно ничего бы не вышло, потому что что тут уже дюжина гарг. То есть тут сколько-то? 9, и еще зап... А, нет, в заказе нет, да? Да, гарг убивать решительно нечем. армию игроков. Хэппич простерял, конечно, но здесь такое количество трупов, смотри, гули, 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 и большая часть это экслордовские гули. И тыкает наивно такой Т2, как будто нет десятигар, которые сейчас при этом самое прилетят. да, то есть прошлый раз хэппи не угадал с билдом и вытащил за счет параши бык с лорода и хорошие действия хэппи. Там финда подрезал и так далее. А тут прям контр билд вообще без шансов. Да. Ну что, 2.0 хэппи. Идем к 3.0, Кирилл. Еееей. Такое воодушевление сейчас было. Разбрейна сейчас я руки помою. Триска умудряется запрыгивать просто в нагло. Триск, ты не такая, я знаю. Я просто с котиком на груди все это время лежал, если что. Идеальное место. Какая карта странная. А, нет. Это же обычная стандартная карта. Эх, 2.0. 2.0. Еу централ 2, 40 у хэппи, 11 у икс лорда. Сейчас может быть какой-то камбэк, но не с ментальным настроем икс лорда. То есть, если бы такой же сто раз было, если бы хэппи по каким-то причинам проигрывал 0.2, то вариант камбэка, ну, то есть, не было бы ситуации, что он бы начал хуже играть, чем может. Да, он бы все три игры отыграл одинаково. А такие игроки, как икс лорд, которые психологически не очень устойчивые, могут сейчас по наклону идти. Типа, он может вообще перестать сильно сопротивляться. Ну, надо сказать, я видел камбэки от икс лорда. Вполне себе. Будь здоров. Спасибо. Извините. Будь здоров. Да, это просто аллергия. Да. Ну, опять от хэппи, зачем менять то, что работает. Притом, даже по психологии логично было бы предположить, что... Не будет играть экспант икс лорд. Ну, логично было бы предположить, что он опять попробует сыграть в экспант, подумав, что ну, третий раз точно не будет в лече играть. А тут вообще фаст дк какой-то будет от него, что ли? Либо, возможно, это все-таки экспант через быстрого крипт-лорда. То есть ты зеленую сначала забираешь, потом еще одну зеленую уже с вторым левелом экспант ставишь с импейлом. Понял? Так, донатик был с вопросом вот, ща посмотрим. Маловероятно, я бы сказал. Ты не играл? Не, я не играл Disciples Arkans. Не играл, мы не много раз рекомендовали, но флай лагает. Но флай это не какой-то ноунейм костерок, видишь, его даже не попросили. Ну, инфи вообще безбожно лагал вчера. Да! ДК. Ну да, Финдов играет просто быстро в ДК. Отлично. Опять же, у Икслорда преимущество по билду. За счет пауков. Но, как мы видели, контроля ему не хватает все-таки. Потому что если бы ты видел, как хапач в такой ситуации контроль против гулей с Финдами, там такое ощущение, что нету шансов вообще гулигаргами что-либо сделать. Угу. Но там именно от контроля человека с Финдами, ну, то есть стороны с Финдами больше зависит. Да, кстати, пользуясь случаем, передаю товарищам на Ютубе, которых уже 1300. Большой привет. Знаете, что... Тысяча сколько? Ага! Приблизительно полторы. Без малого полторы. Напоминаю, что на ГГ после регистрации у вас будет замечательный белый цвет. Вам вполне вероятно выдаст кто-то добрый в качестве подарка подписку. Да тот же самый аспирант. Замечательные смайлы. скилловая комьюнити. А еще к вам не будут обращаться по имени и фамилии, как на Ютубе. Да, это странно, что нельзя никнейм ввести. Хотя, может, можно? Я даже не проверял там. Можно, но большинство фио. жалко, что сегодня у меня были завышенные ожидания под сегодняшний финальный день. Да, мы на 2 на 2 летели просто со скоростью света. А увидели непонятно что. тут даже сложно комментаторам предъявить, да вы что, сыграли бы лучше, потому что вполне возможно половина комментировавших тот турнир реально могли бы сыграть лучше. По крайней мере, чем один из игроков. Давайте, да. Который и тильтовал, и при этом еще ужасно играл. От этого тильтовал, очевидно, еще больше. Минус гуля. Да. Лорд, темнокос. Как финдов называют здесь? Некроарахнида. Ядрить. Это не это самое? Нет. У меня английская с русской озвучкой. Так, ну, X-Lord в целом неплохо пришел. Без сильных вложений по койлу подрезал. Получил второй? Или не получил он второй? Он уже второй был, что ли? Да, второй оба были. Тогда там Динаи были хорошие от Хэппича. Армию игрока атакуют. Ну, тут очевидно, фаста три будет от Хэппи. Но в этот раз у X-Lord одновременно будет Грейт с Хэппи. Ну, по таймингам они должны были одновременно нажать. Да, ты прав. Поэтому все нормально будет. И вторым не Рейнджерка будет, а Лич, что упростит несколько начальные битвы. Блин, Арктон на Дисайплс десятку закидывает в челлендж. Где времени найти, чтобы поиграть в это все? Надо убирать количество, сокращать количество PUBG и Диабло, видимо. Увеличивать количество Варкрафта. А как же щегол? Да, за щегляд. Я же говорю, я сказал, за щегляд. Папа, пришел, правда, странные тайминги у него вот с этим приходом. Под конец Т2. Просто стройка классно, смотри. А, не достает. Минус 3 Акалит. Блин, если X-Lord контролил. Минус 4. Капец. Даже поушен можно сожрать. Придется сожрать поушен даже, я бы сказал. Он невысокую ценность тут имеет, потому что с появлением Деки в тебя половину поушенов будут вкидывать просто на халяву. Ну, это хороший забег, несмотря на то, что он был по не самому классному таймингу, но в целом столько беготни, да, еще минус Акалит. Это пятый уже получается? Похоже. Или четвертый. Раз, два, три, четыре. И еще можно скелеты сажать. Еще минус Акалиты сделал. Подвести скелеты и дальнего Акалита или ближнего. Хорош. Просто унижение. Акалит. Он приходил сюда третьим уровнем, поэтому вот это вот все. 600. А сколько за Акалиты дают? Так же 25 или сколько? Я не знаю. Ну ты же Акалит. Да, вот именно. Зачем мне знать, сколько за моих Акалитов дают? Ты же Мирор, это играешь, наверное. Да нет. Вроде 20 всегда давали, но я не уверен. За рабочим стандартного 25. Может быть. Но не вожу. У него соло лич был. То есть он с бонусом получал 15%. Casual Orange говорит, Майкер призывался ютуба. Я пришел. Ты уже оранжевый, прикольный. Не знаю, что за прикол у Икслорда вот с даркой так приходить. Сама дарка здесь не особо полезная. Ну, то есть что он тут пытается доказать? Почему у него именно такое желание пушить с даркой и финдами? Я не особо пошарю. Это какая-то новомодная фишка. И, очевидно, не самая работоспособная. То есть по большому счету он тут О, смотри, финн, как загулял. Планировал что-то дарбы сделать. Ну, до Френзи, да, дарбы, но проблема в том, что гули прячутся. получил дарбы, да. Пытается окружить. Гулю подрезал, кстати, X-Lord. Окружение хорошее. Potion есть, если честно. Да, это... И ДК, кстати, без ТП. Можно было его окружать. Можно рейнджерку. Новый в кого? 5 секунд до Нового. В кучу просто? В первого уже, финда. В трек здесь, сюда. А, можно не давать уже. Не успевал без Френзи. PUBG отключаем, включаем Disciples и Warcraft. Может быть, это хороший план. Ну что, по-моему, X-Lord даже больше потерял на этом пушу. Когда у тебя вторая рейнджерка, первое, что напрашивается, это крипинг. Он же с 5 финдами приходил, а ушел с двумя. да. Рейнджерка, ну, она понятна для фокуса по гулям, для того, чтобы появлялись скелеты, но смысл в том, что с 5 финдами ты не продавишь даже базу, если там будет стоять два героя и будет стрелять вот эти вот две вышки. То есть, тебе не нужно гулей выводить, чтобы собственно, так хэпичи сделал и показал, что он мог вообще гулей не трогать. Да. Спокойно. Просто с гулями он там еще отжал финда. Кольцо регенерации. Ой, Рейнджерка, серьезно, ты за колечком решил? У нее, судя по выражению глаз, промелькнула такая мысль. Блестяшка. Да, что, ну, это была бы последняя ее прогулка. К тому же гули готовились, как будто, у тебя 10 вратарей и одни ворота. Такие знатная регат теперь. Довольно быстро встанет на ноги. Оверлей подруби. Да, представьте, что 2.0 просто. Ладно, хорошо. У меня почему-то этот бустер. У меня тоже отрубался несколько раз. Ну, все-таки. Сейчас посмотрим. Обычно после перезагрузки он постановил еще и ветра. У него теперь у ветров всегда было два заряда. Нет, это резонули. Ты, конечно, всегда был. Ты бы еще про Сантриварды спросил. Всегда было три заряда. Два заряда. Всегда они там 180 секунд работали. Это в одном из последних пачек. 10 минут же они работали. С самого начала до 10 минут. Потом 30-60, потом 180. Ну и изначально их было 3, потом их стало 2. ветра. Сразу хардстоунер просыпается. Ветра! Повинуйтесь моей воле. Что там, два удара, да? Я не помню. Ой, я когда-то даже хардстоуна тебя смотрел, Леша. Извращенец. Да. Ты же там даже катал что-то. Кого-то убивал. Легу брал? Два года каждый месяц. Зачем-то. Ветра. А что это за карта? Какие у него статы? 53 лакир, 35, дивайн шилд, двойной удар, рвок, таунт. Много полезной информации. Зато нас Warcraft много инфы в голове. У меня от третьих героев много инфы. Типа статов юнитов и вот такого очень полезного стаффа. Ну все, это 3.0 получается, да? Похоже на то. Основание полагать, что X-Lord в этот раз расконтролит лучше, в первой карте, когда у него исходные данные были лучше. У него сейчас все чуть хуже. Если бы желтым был Happy, а красным X-Lord, я бы еще какая-то интрига бы сохранялась. Боевые барабаны выпадают. А там плащик, да. Это может нести небольшие коррективы. Ну тут смотри, какой лич у Happy просто. Красава. Затаренный. Плюс 21. Тут очень сложно будет еще с ветрами контролить, слипом. Угу. Вражеский, ты знаешь, может полминуты провести в дизейбл. Если саппорт пятой позиции, на него глиммер не кинет, то вообще жопа будет. это какой-нибудь дота чес или что это? Это просто дота. Ты же в доту играл, Михаил. А что за глиммер? Ну он дает невидимость и резист к магии. Да это новый какой-то герой просто появился. Это и тем вообще. Ну тем более глиммер не был когда играл. В 2008 Вы как назову левые мухи? Да. Кстати надо уже таксишку вызовы. Да рано. Продолжай Леш. Нас там ждут. Они еще 20 минут будут сидеть по базам. Да? Ну они всю карту закрипили. Че еще 2 андеда могут делать? Действительно. Все мы когда-то смотрели хардстон от Леши говорит скрипи. Да Алексей. Не ну это было интересно. Клевый финал стрима зевает. Ну а игроки сидят на базах просто и копятся. Я ставлю 5 звезд прошлому таксисту с вашей позволения. Ставь. Я готова. У него не было маски не забыть отметить. Причем Кирилл тактично зашел такой можно мы без масок так все нормально. Ты что соврешь в Яндекс приложении? Куда мы едем? Лесной уголок Сосновая улица 80 Разумная да? Сколько? Сколько? Много? Ну бывает. Опа экспант у Хапача смотри в таком интересном месте еще Три верма будет А вермы тут при чем в общем А над совсем быстро гулей убивает Надо бы посмотреть фрост армор взят улича Взят взят А ну вот вермы под фрост армором против гарк нормально стоят А грейды надо делать Это не помешали бы наверное с учетом 73 лимита и свободных денег на грейды хотя бы 1-1 Это странно тогда не заказывает так А Хапач как будто заходил проверял какую-нибудь взять мог Да но ничего не взял Ну на самом деле Хэппи может развалиться тут Ревер Армор тоже занерфлен да Первый да Полноценно работает база Ну Хапач надо О Неужели Экс Лорд проверит базу Блин сейчас Хапач сам может отвезти противника на свой Эксп Экслорд же не знает об Экспанде Пусть ломится на мейн Не знает Судя по движениям не знает Он должен был поверх спокойно идти О хорошая такая бодрящая Не знает Туда можно Гулю просто послать Уже готово Он же отрезал хэппи Поэтому там не задефишь от двух гулей Город в осаде Улкалитв такая регенерация что если бы одна била гуля то еще можно было бы пожить Даже дефать не будет Ну сильно больше гарк нужно чтобы быстро сожрать вермов гулей когти плюс 5 таки валять перехватил сует окличение а там т.п. нет да но там по-моему загрейжена что-то нет они ничего там не загрейжена это минус шахта вообще минус 5 околитов для начала потом минус ну шахта не уверен а там телепод сейчас будет куб просто вермы довольно быстро все убивают попытался обмануть персонал найс фейк xlord получает орден какой же как называется орден орден тарсена обманщик года орден тарсена это когда не поднимаешь цеху в starcraft втором когда ее атакуют какие-нибудь зерлинги блин опа вот это не очень хорошо д.к. минус шахт и 5 аколитов это как нормально норм ну чё денег нет на шахстан здание можно продавать здание можно размещать только на проклятой земле x-lord нам нужно больше золота продай боньярд он тебе не нужен больше на все она не пользуешься пошла шахта но это залет все равно был хороший если не считать 2 гарк то это топовый залет телепорт на телепорт это минус косарик по добыче даже больше учитана у него правда у них по 80 лимита поэтому спешите x-lord у реально некуда у него в шахте больше золота останется просто надо сейчас хопачу видимо сразу раньше выходить нычку ставить вот это более правильное решение мне кажется нет ну блин тогда 80 на 80 файт будет точно будет ну а куда деваться x-lord правильно на самом деле оценил что за там ближайшие пять минут ситуация в игре по армии никак не изменится единственное он зачем ты там и дамки ты продавал свои вместо того чтобы здание немножечко за диспелить и как бы он там арбу не продал а он продал арбуда они но чё-то на продавал он знатно у него вообще все голы да а хэппи вот представишь такой ситуации когда тебе могут фокусный вообще из героя продает алтарь у него один инвул потому что понимает что либо ты его покупаешь в таверне либо ты уже проиграл что пошла дамаж очень много гарк очень много гарк вермы тут вообще ничего уже не сделают койл ой только не летать всеми за одной я болею за хопачом что хочется 30 поймите правильно конечно он не хочет отменять такси gg 30 ну лишь давай последнее слово я пока заказываю хопач красавчик финал не очень смысле сегодняшний финальный день 2 на 2 просто ужасно соло ну с хэппи какие вопросы он сделал все что надо ни одной карты не отдал да в принципе очень много паху прогнозов было почти правильных если бы не fly если бы fly не сыграл как фуфлай 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 03 03 не самому сильному андеду да все друзья спасибо что смотрели мы поедем к нашей замечательной компании за город передадим привет от вас пуху и всем 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 алексей спасибо за комментирование было здорово скажи что не будет пока микрофон работа пока пока отлично да 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 скажи кирилл давай даже включусь специально для себя микрофон давай всем пока пацаны приезжайте во владико где камера видно да видно все задавать ждем вас ждем но я с вами тоже прощаюсь друзья вполне вероятно что завтра трансляцию не будет потому что мы мы будем за городом и там интернет не очень вот но заходить на goodgame наверняка там много всего интересного там манч что-то новое стримит короче а мы поехали хорошего вечера пока фуфлай да фуфлай